Аминь. Из творения святителя Иоанна Златовуста, из бесед на книгу Бытия. Будем все подражать правоццу Аврааму. И позаботимся побольше о странолюбии. Не для того, чтобы получить в воздаяние только эти скоротечные и тленные блага. Но чтобы приготовить себе и в будущей жизни наслаждение бессмертными благами. Если будем так делать, то и мы удостоимся принять здесь Христа. И Он Сам примет нас в обителях, уготованных любящим Его. А мы услышим от Него. Приидите, благословенный Отца Моего, наследуйте уготованного вам Царствия от создания мира. Почему и за что? Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником и приняли меня. В темнице посетили меня. Что может быть легче этого? Но Он не повелевает нам с любопытством расспрашивать и разведывать о тех, кому намереваемся оказать свои услуги. Ты, говорит Он, делай свое дело, хотя бы странник был и беден, хотя бы по наружности казался человеком презренным. Потому что то, что делается для них, усвояю я себе. Почему и присовокупляет? Поскольку сотворите одному из братьев моих меньших, мне сотворите. Итак, не будем пренебрегать столь великою пользою, происходящей от странного приимства. Но постараемся каждый день производить эту прекрасную куплю, зная, что Господь наш требует от нас избытка усердия. А не множество язв, не трапезы роскошной, но сердца радушного, услуг не на одних только словах, но и любви, происходящая от сердца и чистого намерения. Поэтому и мудрый сказал, лучше слово, нежели даяние. Сирах 18-16. Часто ведь усердное слово утешает нуждающегося больше, чем подаяние. Итак, зная это, никогда не будем негодовать на приходящих к нам. Но если можем помочь их нужде, то сделаем это с радостью и радушием. Так, как бы больше сами получали от них, чем подавали им. Аминь.